Кажется, что машин на улицах Иркутской области становится все больше, особенно в столице региона. Из-за этого остро стоит вопрос безопасности всех участников движения, в том числе пешеходов. Иркутск продолжает расти, появляются новые жилые комплексы, но при этом переходы есть далеко не везде. Тему продолжит Анастасия Смирнова. Пару секунд на раздумье, и вот он рывок на проезжую часть. Такие опасные маневры теперь ежедневно совершают иркутяне на улице Седова. Ведь раньше на этом месте был пешеходный переход, но его убрали, так как этот участок опасен. Водители, которые поворачивают, не всегда видят переходящих людей. К тому же на этом месте невозможно установить лежачий полицейский. Тем не менее, в шаговой доступности есть старая зебра. Правда, пешеходы считают, что этот участок для перехода был лучше. И предпочитают перебегать по протопанному пути, при этом рискуя жизнью. Я всегда все равно перехожу с опаской. Ну, зря убрали, все равно люди переходят, но теперь это опасно стало. Опасно переходить дорогу и на одну из улиц на Нижней Лесихе. Только вот там перехода никогда и не было. Тем не менее, поток машин на этой дороге плотный. Поэтому в такие моменты пешеходам приходится выбирать. Рискнуть и перебежать, либо ждать, когда дорожная часть полностью опустеет. Ну, сложнее всего с утра и вечера. Где-то с часов с 8 до 11. И там уже с 6 до 8, до 9. Стоишь, и в непонятках, кто пропустит, кто не пропустит. Мне кажется, должны установить, тем более жилая зона. Здесь люди постоянно переходят. И зебра здесь скоро появится. Ее решили установить после обращения жителей. Белые полоски нарисуют здесь до конца этого года. В целом, новые переходы образуют сразу в нескольких районах Иркутска. Город меняется, появляются новые жилые комплексы, но не везде есть пешеходные зоны. В текущем году в рамках муниципальной программы развития транспортной системы на сумму 9 миллионов 900 тысяч рублей запланировано обустройство 38 новых пешеходных переходов. Данным контрактом также будут предусмотрены работы по дооборудованию пяти пешеходных переходов. Это установка дублирующих дорожных знаков над проезжей частью, знак пешеходный переход. Приоритетными улицами являются те, по которым дети идут в школы и детские сады, и места с аварийными участками. Также не остаются без внимания и обращения самих жителей. Поэтому мы сами можем сделать улицы города безопаснее. Достаточно обратиться в комитет городского обустройства. Анастасия Смирнова, Павел Рютин. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова